Всем привет дорогие подписчики и гости канала с вами снова Зарбаба и мы продолжаем проходить игру Ведьмак 3 Кровь и Вино Ну что давайте почитаем доску объявлений значит это журавливый остров закрыт для посторонних можно просто в принципе взять разыскивается белый волк Ведьмак Геральт из Ривии прозванный белым волком разыскивается для работы проводником заказчик обещает высокую ставку за необычный заказ подробности во временном походном лагере графа Беледаля Внимание убедительная просьба прочим лицам не являться в указанном месте и предстоять выдавать себя за Геральта из Ривии Граф Беледаль не вчера родился и хорошо знает кто тут ведьмак а кто шельма уничтоженная а темную личность что является в лагере в разных одеждах и с деревянными мечами просит наконец успокоиться Так объявление княжеского с Камерлен... Камерленью господи ну и за название Странствующие рыцари и прочие силачи княжество призывает вас на помощь вас ждут щедрая награда подробную информацию можно получить в представительстве Камерленью на площади спящих рыцарей Тоже возьмем объявление генерального казначейства княжества Туссент Я читать наверное все это не буду это очень много времени будет занимать Большой Боклицкий турнир по Гвинту кстати давно надо будет сыграть и заказ для ведьмака Сопровождение каравана Так чиновник просит о помощи Может удастся неплохо заработать Все остальное это уже не интересно Да я с тобой согласен Можно будет заработать неплохо Нам вообще по идее вот сюда Бестия из Туссента Корва Бьянка и смотреть оставленное в подвале Тело В принципе рядышком Все остальное как бы далековато Есть кстати неизведанные места Но это как бы Это если будет встречаться по пути То наверное мы этим будем заниматься Так где моя лошадка Так К обновлению задания Когда одно из заданий обновляется С левой стороны экрана появляется сообщение об этом Если вы не отслеживаете это задание Вы можете нажать В Чтобы начать его отслеживать Ну я пока уже отслеживаю одно Где моя платва Платва Здорово Это все будет потом Все потом Сначала давайте Смотаемся О я не туда скачу Подружище Геральт Нам не туда Нам оказывается Другую совсем сторону Блин тут так все прекрасно Так все классно Разбойников почти не видать Такое умиротворение Спокойствие здесь В Тусенте Вот звуки боя Надо поторопиться Вот звуки боя Ну-ка давай поторопимся Кто с кем дерется Вот тебе и прикол Зараза Убийца еще где-то здесь Да Ну давай искать Так ну тут двери всякие Смотри Смотри всех перебила Тварь Гриб дождевик Ну Горло разорвано Укусом Строи на челюсти Как у человека Только клыки Гораздо длиннее Сломанные ребра Кровь из ушей Прилично ему досталось Убивал вампир Но не Этима И не Фледер Это должно быть Брукса Брукса Давай почитаем Про Бруксу Так Алхимия Это все не то Ну понятно Это сейчас обучение Всяки проходит Где Брукса Бестиарий Бестии Бестии Из Боклера Пока неизвестная Брукса Так Против нее Хорошо Это лунная пыль Масло против вампиров Черная кровь Эликсир И Ирден Ну что Давай готовиться Так Лунная пыль Лунная пыль Эй Не сюда Так Масло против вампиров Сразу На серебряный меч Нанесли Дальше Бомбу Надо поставить Лунная пыль У меня северный ветер Двимеритовая Вот Лунная пыль Отличненько Так И Что там еще было Какое-то Зелье Да Улучшенная черная кровь Вампиры Трупоиды Получают отравление Когда ранят Ведьмака Кроме того Их отбрасывает Назад Вот То что мне сейчас И надо То что так сказать Доктор прописал Черная кровь И лунная пыль Куда Как ведут Подвал Свернул шею Когда падал С лестницы А что Что-то еще Надо смотреть Это мы уже смотрели Так Следующая Его швырнули О стену С огромной силой Им воспользовались Чтобы выломать Решетку Нужны Недюжинные силы Чтобы ее выломать Ну это понятно Вампир Это сильные твари Жрет Ой Ху-ху На вид-то приличное Ты была на постоялом дворе Я знаю кто ты Но не знаю зачем Ты убила этих людей Дело ведь не в жажде Крови Ух ты Нам не обязательно драться Но она походу Не согласна Ошибаешься Я не могу Отпустить тебя Офу Сразу противно так и стало Да-да-да Ух ты Не успел выпить Или успел Хорош Слышь ты Уху-ху-ху-ху Иди сюда Где ты? Ну да, ну-ка не орать Соруш Вот и всё Класс, чудовище, ухо, волос и сердце Класс Что-то там ещё было Мутаген Давай осмотрим тело, Геральт В конце-то концов Ну и вонь Тело разбухло от воды, руки отсечены Его четвертовали, как я и думал Странное бестие Очень странное Он долго лежал в воде Голова распухла, на ней видно несколько укусов Ммм, у него в глотке что-то есть Кошелы, набиты монетами Да Странный значок Нильфгардские флораны Из разных провинций Если это сделал убийца То мы имеем дело с разумным монстром Ну неспроста он заснул туда кошелёк-то По-любому На что-то намекает Типа зажралась, сволочь Нажри свои монеты, бля И грохнул Тело разрубили на куски уже после смерти Удары наносились с большой силой Но кости рассечены, не перебиты У существа, которое его убило Длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи Сперва оно пробило ими сердце жертвы Его убило не Брукса Ну это мы уже поняли Третья рука Запасная? Она принадлежала не жертве Но стражники, должно быть, этого не заметили Просто собрали всё, что нашли Как такое может быть, что она всё ещё тёплая? Из неё течёт кровь Некоторые виды существ склонны к регенерации Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность Столько времени оставалась жива Позже изучу ткани повнимательнее Может, что-нибудь узнаю Ну давай Так, ну мы вроде всё осмотрели Подведём итоги Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса Тогда зачем вампиша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелёк, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов Надо разузнать о предыдущих жертвах Попрошу Пальмерина доставить меня к княгине Ну это будет отлично Только давай сначала всё посмотрим Тут ничего взять нельзя Мы вроде всё осмотрели Никаких Сундучков Да вроде ничего не видать Ладно Пошли Ну давай, Геральт Так, и сколько ж мне туда Идти До этого места Да, проще на На платве Платва Ну-ка, где-то тут у нас Ну-ка Турнирчик начинается. Ну-ка, разбежались все. Да я вроде как бы культурный человек. Я не могу срочно поговорить с Канегири. Ну, вот и конец истории, дети. Возвращайтесь к родителям. Благородный Пальмерин. А как же история про Ридигера и дракона? С ней придется обождать. Лучше присмотритесь к человеку, который стоит перед вами. Это Геральт из Римля. Мастер ведьмачьего цеха, который внес свою лепту в победу над великаном Голиафом. Мастер ведьмак, а правда, что добродетель всегда побеждает? Да. Да, добродетель всегда побеждает. Но ведь черный рыцарь негодяй, а он побеждает. Иракр из Костельдачи. А моральная победа, это тоже важно. Ну да, как же. Довольно вопросов. Возвращайтесь к родителям. Ее сиятельство прибыло на турнирные поля и соизволит наблюдать за сражением на Римля. Если бы поспешил, ты успеешь с ней встретиться прежде, чем начнется зрелище. Веди. А что они там гривут? Кто дерется? Нильфгардские гладиаторы? Близко, но не совсем. Впрочем, сам ты не пошел. Кто-то собирается сражаться с Шарлеймом, подвившим от колокольчиков, привязанных к хвосту? Что вы? Эта тварь подарок императору. Это опасно. Колокольчиков недостаточно. Я видел нечто подобное на арендной рыцаре. Там рыцарь побеждает Шарлея с колокольчиками на хвосте. Может, повезло, а может, колокольчики и правда помогают. Только у ведьмака есть шанс побежать поединок со здоровым Шарлейм. Не то, не у каждого. Да и неразумно выпускать такое опасное чудовище рядом с толпой. Кто будет сражаться с чудовищем? Ильёв! Ты его уже видишь. И правда. Он собирался добыть трофей даме сердца. Большая любовь требует больших шаров. Пойдём. Как бы нам не пришлось с ним драться. Посвящаю свою победу прекрасной леди Вивиенне. Началось. Придётся подождать его. Ой-ой-ой-ой. Зря вы ребятки затеяли. Зря. Да, Геральт. Придётся нам вмешаться. Обернись, чудик. Всё. Хана колокольчиком. О-о-о-о-о. Получил, чувак. Ещё хочешь? Дуралей. Ой, дуралей. Да, Геральт, придётся помогать. А то иначе хана будет чувачку-то. Второй раз, а? Второй раз мы его спасаем. Так, кстати, я чё-то не знаю, как с ним драться-то. Поставим, наверное, квэм. В журнале, в бестиаре чё-нибудь можно посмотреть? Кто это вообще такой? Что за тварь такая? Так, бестия-то не то. Может быть, это огра какие-нибудь? Это Голиаф. Нет. Нам не Голиаф не нужен. Голиафом уже победили. Может, и реликты? Ключник. Это всё старое, это не то. А, Шарлей, точно. Так, против него бомба. Масло против реликтов. И знак ААРТ. Значит, знак ААРТ и... Саму. Масло против реликтов. Ну, давай, давай. Где моё масло против реликтов? Маслечко против реликтов. Это против призраков. Вот. Отлично. Масло против реликтов. Бомба Саму. Тише, тише. Да, знак ААРТ давай. И что это у нас стоит? Саму. Отлично. Не знаю, чтоб тебя... Блин, он бронированный. Хе-хе-хе. О, давай, давай. Жизнь покидает шарлея, ведьмак совершает охот. Да, конечно. Хе-хе. Чё происходит? Останавливается. Он выждал неравея и... Нифига. Словно любовник товарный, что с темой привычки не знает и правил. Так же шарлея, ведьмак заморил. И клинок продолжает движение руки. Страшно шарлей заревел. Ну, иди сюда. Полезли в кишки. Все. Геральт из Ривии, мастер ведьмачьего цеха, победил шарлея. Взгляните, как из бестии уходит жизнь. Мастер Геральт, исполни свой долг. Доверши дело. Я не собираюсь добивать чудовища. Выбор победителя – оказать милосердие. Да здравствует Геральт. Милосердный. Так, займитесь бестией. Живой чувак. Сегодня не твой день. Милосердный. Милосердный. Еще немного, и парень был бы мертв. Со мной все в порядке. Вивиэнна? Улыбнись, как пристало герою, и молчи. По играм можно выйти. Она как раз идет сюда. Ну, здорово. Геральт, надо поговорить. Вивиэнна. Позже поговорите, в палатке. Это было великолепно. Ошеломительно. Ваша милость. Мы видим, что не ошиблись, послав за тобой. Мы безмерно удовлетворены и очень вам рады. Я краб. Крайне благодарен. Займитесь нашим юным героем. Быстро. Раз-два. А теперь мы похищаем Геральта для беседы. Мы так долго ждали твоего приезда. Едва не потеряли надежду. А тут внезапно такое появление. Ваша милость. Шарли – это очень опасное создание. Даже для рыцаря в полном доспехе. Нонсенс. В Тусенте рыцари из древней искали славы в сражениях с чудовищами. Гильон получил несколько синяков и шрамов. А взамен обрел вечную славу у Смирителя Чудищ. А как же публика? Если бы Шарли прорвался на трибуны, он устроил бы тут бойню. Геральта. Несмотря на то, что мы ценим твое неожиданное вмешательство на арену, мы напоминаем, что ты был нанят, и, как вскоре выяснится, за крайне щедрое вознаграждение, совсем для иного задания. Дура ты. Ваша милость, я хотел бы поговорить о моем заказе. Разумеется, только не здесь. Нам понадобится Дамьен, который вел следствие до твоего появления. Только где он может быть? Пойдем, поищем его. Ну, пойдем. Скажи нам, ты прибыл один? Или в обществе Виконта Юлиана? Вы хотели бы увидеться с Лютиком, Ваша милость? Нет. То есть, да. Только чтобы сказать ему, что мы сожалеем. Да, глубоко сожалеем. Об отмене вынесенного ему смертного приговора. Если бы мы могли повернуть время вспять, мы бы проследили за тем, чтобы он заживо сгнил в башне, чтобы его повесили, обезглавили, колесовали. Ну, Лютик натворил делов-то. Надо бы пройти вторую часть обязательно. А, вот человек, который лично повел бы его на эшафот. Капитан моей гвардии Дамьен де ла Тур. Ваша милость, ведьмак. Приветствую. Мне очень жаль, но солдаты, которые занимались телом последней жертвы... Я уже обо всем знаю. Это существо в подвале Корва Бьянка. Это была бестия? Это была Брукса. Разновидность вампира. Но она как-то связана с бестией. Откуда такая уверенность? Я внимательно изучил свидетельства. Следы на берегу реки и в Корва Бьянка. Ты желаешь намекнуть, что до сих пор следствие велось невнимательно? Геральт ничего подобного не сказал. Не будем его прерывать. Я осматривал тело последней жертвы и, похоже, нашел нечто интересное. Но эту улику еще нужно изучить. Для этого мне понадобится тихое место и помощь алхимика или чародея. Кроме того, я хотел бы поговорить о предыдущих жертвах. Как я понимаю, с вами, господин Галатур? Во-первых, не нужно именовать меня титулом. Во-вторых, ты должен знать, что я был против твоего приезда. Я слышал о тебе и знаю, что твое прибытие всегда означает большие хлопоты. А у нас здесь хлопот достаточно. Мы бы управились с бестией сами. Дамьен, дискуссия по поводу приглашения Геральта уже закрыта. Определенно. Но если уж ты затронул эту тему, поговорим о его вознаграждении. Правда ли, говорят легенды, что ведьмаки обычно требуют того, что встретишь дома, но чего не ждешь? Ну, не всегда. Это не вся правда, ваша милость. К праву неожиданности прибегают крайне редко. Обычно мы принимаем плату золотом. Это точно. Как же, такая чудесная легенда. С другой стороны, вернувшись во дворец, мы бы обнаружили там или нетерпеливых просителей, или образцы тканей для нового платья. И то, и другое. Негодная награда. Для тебя нет никакой пользы от неожиданностей, которые могут нас поджидать. Посему мы решили наградить тебя актом на право владения винодельней Корвобьянка. И денежной суммой, без сомнения, достаточной. Хозяином винодельни ты становишься с этой минутой. Во время охоты тебе все равно понадобится жилище. Деньги получишь, когда выследишь бестию. Ху-ху. Прекрасный жест, ваша милость. Геральт винодел. В корвобьянка устроили мертвецкую. Правда? Опять балаган в канцелярии. Ни на миг нельзя упускать их из виду. Впрочем, нам кажется, что для ведьмака это небольшая неприятность. Более того, ничто не улучшает репутацию вина надежнее, чем мрачная легенда. Благодарю вас, ваша милость. Заказ я принимаю. Но, как я уже упоминал, мне нужны сведения. Давай уже, колись. Как это началось? Кто был первой жертвой? Сначала погиб Криспи. Некогда победы на турнирах приносили ему славу. Но, постарев, он повесил меч на гвоздь и занялся виноделем. Криспи Криспи не любили виноторговцы. Он был человеком беспринципным и, говорят, обман. Он просил освободить его от придворных церемоний, но мы ему такого позволения не дали. Кто принес рыцарский обед, тот останется рыцарем навсегда. Как он погиб? Где нашли тело? При весьма необычных обстоятельствах. Он сидел на вечере и вдруг кто-то из трапезников заметил, что его нет. Часом позже патруль обнаружил его на четвереньках, прислоненного к городскому позорному столбу. На шее у него висел его собственный меч. Он умер от ран, нанесенных с большой силой, когтями, не оружием. Умер он внезапно, а тело было на четвереньках. То есть, кто-то его усадил. Да, похоже на то. Как произошло второе убийство? В городе есть несколько кварталов, куда после заката разумный человек не заглянет. В одном таком и нашли тело Рамона Дюлака. После первого убийства город объял ужас. Жители старались соблюдать осторожность, держались в безопасных мест. В результате весть о второй жертве нам принесла банда головорезов. Даже головорезы боятся бестии? Это кое о чем говорит. Как я понимаю, ты исключил смерть от рук бандитов? За кого ты меня принимаешь? Рамон определенно погиб от когтей. Рана была глубокой и чистой. Его нашли в канаве, одетым в ночную рубашку и колпак. Под головой у него была подушка, а вместо меча грелка для постели. Рамон Дюлак, рыцарь, который лет пятнадцать назад был советником нашего отца, досточтимого князя. Кто-то приложил немало труда, чтобы его высмеять. Может, это все-таки месть? Не исключено. У Дюлака были темные делишки с преступным миром, но никто так и не смог добыть против него явных доказательств. Значит, две первые жертвы рыцаря, лучшие годы которых были позади. Что же можно сказать о третьем убитом? Господин Делакруа говаривал, что новые времена бросают рыцарям новые вызовы, а предприимчивость шестая рыцарская добродетель. Он поднялся на торговле зерном. Пальмерин даже называл его крохобором. Я нашел при нем мешочек с монетами. Там были только флорами. Разных лет из разных провинций импедии. Делакруа любил деньги, но для нумизматики у него не хватило бы терпения. Значит, это обисть ему подсунуло туда эти монетки. Между этими убийствами есть много общего. Все тела были найдены в странных местах и при странных обстоятельствах. будто убийца пытается этим что-то сказать. Они все были благородны. Нас потрясает презрение, с которым отнеслись к людям чести. В конце концов, они были рыцарями Тусента. Из того, что я услышал, следует, что ни один из них не был образцом добродетели. Вдруг бестия указывает именно на это? Все убитые были рыцарями и присягали на верность пяти добродетелям. Даже если... Каким добродетелям присягают на верность рыцаре Тусента? Чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Хе-хе-хе-хе. Почему пять добродетелей так важны для рыцаря? Странный вопрос. Простите, ваша милость, я чужеземец, который пытается понять обычаи другого края. Прощаем и поясняем. По легенде добродетели, которым нужно следовать, указала рыцарем владычица озера. А как было на самом деле, не знает уже никто. Мы в Тусенте верим, что человек низкий по рождению должен быть простодушен и послушен. От рыцарей же требуется больше. Они и солдаты, и придворные, и господа, и слуги. Им нужны ясные моральные ориентиры. А посему, опоясавшись рыцарским мечом, рыцарь, притягая чести, мудрости, щедрости, доблести и сочувствия. Может, вести действительно обличает упадок традиций? Каждая жертва была унижена так, будто убийца хотел указать на отсутствие определенной добродетели. Вместо чести позорный столб, вместо мудрости шутовство, вместо щедрости кошель золота в глотке. Вроде все сходится, хотя и не совсем. Но сходится. Что-то в этом есть. Если эта версия у всех горожан на устах, значит, очередное убийство снова будет показательным и выявит противоположность четвертой добродетели. Я бы сказал, что снова погибнет старый рыцарь. Давайте подумаем. Сейчас все рыцари или на турнирных полях, или во дворцовых садах, где скоро начнется охота на зайца. Ты слышал о таком обычае? Мильтон что-то упоминал. Он очень радовался, что будет выступать в костюме зайца. Не знаю, почему. Погодите. Странные обстоятельства, рыцарь преклонных лет, трусость. Трусливый, как заяц. Возможно ли? Следующая жертва Мильтон Депейрак Пейран? А ведь Мильтон знал Делакруа. Он говорил мне об этом у реки. Дамьен, как мы могли это упустить? Много лет Депейрак Пейран Криспи Делакруа и Дюлак все четверо были в одной рыцарской дружине. О как! Ничего себе! В одной дружине? Они были доверенными лицами нашего августейшего отца. И мы много раз видели, как он поручает им деликатные задания. Потом их дороги разошлись. Вряд ли это случайность. Это главная подсказка к загадке Бестии. А кто еще был в этой дружине? Ваша милость, нужно сейчас же найти Мильтона. Беда в том, что забава в саду начнется с минуты на минуту. А он сидит где-то одевшись зайцем и ждет, пока его найдут захмелевшие придворные. Никто не знает, что за место он выбрал себе в укрытие. Я велю сейчас же прервать игру. Прежде всего будем сохранять спокойствие. Дамьен, прикажи обыскать сады. Только тактично. И ни под каким предлогом не прерывай забаву. Паника может вынудить Бестию напасть до срока. А ты, ведьмак, за мной. Это мои сады и мой рыцарь. И я не допущу никакого убийства. Только не рядом с моим дворцом. Коней! Подайте коней! Да уж. Ваши меры. Собралась я туда. Геральт, ты какой! Зараза! Вот я... Ваша милость, я... Я не помню. Гони! О! Это шелк! Осторожней! Отдай мне! Не повезло чуваку. Расстроился, бедолага. Ну что, у нас будут скачки на перегонке, кто первый? Ваша милость прекрасно держится в себе. Я ж сказал. С дороги! С дороги, я сказала! С дороги, я тоже сказал. Стой, княгиня! А то будет худо. Это здесь! Уже за углом! Поспеши! Где? За каким углом? Мы должны спуститься туда, где идет забавка. Ну пошли! Ищут рог в виде народа, золотую рыбку и яйцо финирса. И с их помощью они узнают, где прячется заяц, то есть мельтон. Выходит, нам тоже надо их найти? нет другого выхода, но времени ждет, так что придется нарушить правила. нет, лучше сюда. Я тебе покажу, где проходит охота. потом разделимся. Вот разделиться это самая глупая идея. Тебе придется раздобыть рог единорога и золотую рыбку. А я поищу яйцо финирса. Так будет быстрее. Как ловят золотую рыбку? Сетью? Гель, она же не настоящая. Посмотри туда. Видишь огни на воде? Участники пытаются поймать рыбку с лодки, а ты просто нырнешь и отыщешь его. Допустим. А как ловят единорога? Он очень пугливый, но ты наверняка его как-нибудь спимаешь. Вон он там бегает, посмотри. Так это же лошадь. В золотой рыбке и в роге находятся предметы, которые позволят нам найти мельтона. Когда ты их раздобудешь, найди меня среди тех, кто ищет лицо феникса. Все ясно? Тогда за дело. Ладно. За дело. Ну что ж, будем выполнять это дело уже в следующей серии. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok